Привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал Алмазного Мазака в США. И, как я обещала, начинаем распаковки моих покупок на океане из магазина Хобби Лобби. Итак, если вы пропустили моё предыдущее видео, где я была в раю, в Алмазном раю, столько много алмазки, я купила несколько наборов, и ещё я купила вот такую вот ручку, очень красивую. Она была также на распродаже, оригинальная цена была 15 долларов, я её купила, опять тоже, как и набор, 40% скидкой за, по-моему, 9 долларов, что всё равно дорого, но я всё-таки решила попробовать. Красивая ручка такая с, не помню, какая-то по-русски, 20, мультиплейсер на 4 на 7 стразинок, насадково, с двумя насадками на 4 на 7 стразиков плюс с одиночной насадкой. Вот, так как я насадки 7, для 7 стразиков использую часто, мы с вами откроем, посмотрим, поэтому мне она пригодится. Вот, итак, в общем, этот набор называется «Пространство для размышления». Ещё одного художника американского Чека Пинсона, я его тоже очень люблю, как и Томаса Кинкейда, он вот пишет такие прекрасные, он ещё жив, до сих пор жив, и это здорово. Вот такие вот замечательные пейзажи. Оригинальная цена у этого набора была 60 долларов, я купила его за 35 долларов, и это 40% распродажа. Очень здорово, конечно, запечатано, сразу видно, что упаковка такая дорогая, если вы видите, она вся переливается, голографическая такая. Вот, ну, давайте я сейчас это уберу быстренько. Вот так вот должна выглядеть законченная картина, 44 цвета, 2 цвета AB стразы, 75 на 50, а, 55 на 74 сантиметра. Итак, открываем и смотрим, как эта красота выглядит внутри. Не помню, упомянула ли я вообще этот набор от американского производителя, называется Diamond R Club или DAC, вот здесь написано Diamond R Club. Очень популярен в США, и у него очень много у этого бренда поклонников, между прочим. Он, у него существует международная доставка, единственное, что она бесплатная, если вы купите что-то на 75 долларов. И, опять же, как я уже сказала, у них очень часто бывает, не только у Хобби Лобби, но у них тоже часто бывают распродажи. Если хотите, зайдите на их веб-сайт, я оставлю сайт не именно Хобби Лобби, того физического магазина, где я была, а вот именно вот этого, Diamond R Club. Они очень часто делают распродажи на свои картины, на свои наборы, и если вы наберёте на 75 баксов, то вам международно доставят, я знаю, что в Украину они точно доставляют, абсолютно бесплатно. Вот, ну, 75%, ну, если вы купите на 75 долларов. Ну, понимаете, если вы купите несколько наборов за 35 баксов, как я, вот, классное качество, то вам шиппинг будет бесплатный. Окей, хорошо. Вот так вот набор упакован, а ручка, между прочим, тоже от них потом откроем. Итак, вот такая вот красивая картиночка. Вообще, это стикеры, это то, как должно получиться. А это стикеры, то есть их можно вырезать, наклеить, но я это, наверное, не буду делать, а, может, и буду, посмотрим. Скорее всего, я даже не буду раскрывать, вернее, я даже не буду присыпать стразы прямо из шуршалок целую. Вот, это гарантия, это то, как идут инструменты, тоже немножечко необычно. Вот, но это сама канва. Итак, открываем и смотрим. Между прочим, посмотрите, еще и на пакете написано. Давно я не делала Diamond Art Club, последний раз, наверное, год назад. Сразу хочу сказать, что у них очень необычная канва. Она тканевая сзади. Я думаю, вы видите, хорошо телефон снимает. И спереди она очень блестящая, но больше похожа на стандартную пластиковую канву и наливной клей. Вот, но она очень сильно блестит. Так, давайте ее откроем. Ну, смотрим. Мне очень нравится, что оно, как сказать, не color related, то есть цвета не соответствуют тем цветам, которые действительно заявлены, потому что я очень люблю элемент сюрприза. Вот то же самое, между прочим, было с гранями тоже. Когда я его открыла, то цвета были абсолютно другие, какие-то темные. Вообще непонятно было, что нарисовано. Мне это нравится. Мне нравится, что потом, когда ты выкладываешь, ты не совсем представляешь, что это... Ты представляешь, но точно не знаешь, что это будет. И когда цвета уже ложатся так, как они должны быть, то вот этот вот элемент сюрприза, он очень прикольный. Вот, и в Diamond Art Club, как я вижу, то же самое. А по-моему, когда я первые две их работы выкладывала, у них наоборот, все было по цветам. То есть, что нарисовано было, то и получалось. Я знаю, что у них есть командных художников, которые прорабатывают их дизайны. Они тоже получаются довольно-таки детальными. Итак, канва, посмотрите, какая необычная. Очень она блестит. И опять, вот упомянув в том видео, упомянула и в этом. Почему вот Diamond Dots и Diamond Art Club так популярны здесь в Соединенных Штатах? Потому что... Почему грани не так популярны? Или wizardy? И как-то их не особо хотят американцы покупать. Потому что, во-первых, посмотрите, очень хорошая канва. А, я прошу прощения, дочка рисовала пальцы грязные в фломастерах. Очень хорошая канва. То есть, я не могу сказать, что она прям тканевая, но она как бы... Я такие... Ну, как бы их называют вельветные. Я называю их как бы полутканевые, потому что, опять, здесь она такая вельветовая на ощупь, мягкая. А здесь спереди, сзади, да, а спереди больше похоже на обычную пластиковую канву. Хотя, видите, как обработано, всё замечательно. И она всё-таки очень-очень сильно блестит. И если вы выкладывали на Timmy Arts из Алиэкспресса, вот чем-то похожа канва. Вот. Здесь она считается всё-таки Velvet Canvas, да, фабричная канва из вельвета. Но, опять, я для себя решила, что для меня она полутканевая. Не совсем тканевая, а у Diamond Dust тканевая. Итак, но всё равно, да, как бы очень такая качественная канва. Плюс наливной клей. Наливной клей за границы не выходит за границы, дизайна не выходит. И я её купила всего за 35 долларов. И размер такой большой. 74 на 55 сантиметра, да, по-моему. Да, 55 на 74 сантиметра. И грани. 40 баксов, 40 на 50. И из таких очень дешёвых материалов сделанных. Вы сами видели, как в обычные стандартные алиэкспрессовские материалы. Вот. Поэтому, конечно же, когда американцы смотрят на то, что купить, они предпочтут им вот это вот купить, да. Окей, хорошо. Это полная выкладка круглыми стразами. Здесь заявлены 44 цвета. Очень хорошая пропечатка символов. Нету чёрных кругов вокруг символов не обведены. Вот, посмотрите. Вот давайте мы вот так вот сделаем, чтобы вы посмотрели получше. Вот. И опять изображение не соответствует цветам, которые идут. То есть опять элемент сюрприза, что замечательно. То, что я люблю. Некоторые не любят это. Некоторые хотят, чтобы вот как нарисовано было, так и получилось. Я нет. Ну и это тоже одно, наверное, из показателей того, что всё-таки более-менее проработанная работа. Вот. Окей. Ну что? Это канва. Давайте мы теперь посмотрим на стразики. Это то, какие инструменты идут в Diamond Art Club. Вот в таком вот пакетике. Его можно потом использовать туда же. и класть обратно эти инструменты. А, как вы видите, этот воск, держатель, hand gripper. Я, честно говоря, не знаю даже, как по-русски это будет. Насадка вот на стилу, чтобы пальчик не болел. Вот такой вот прозрачный подносик и зип-пакетики. Так, ну что? Вот и стразы подошли. О, кошечка пришла помогать. Итак, здесь 44 цвета. Два из них и бестразы. Посмотрите на неё. Итак, очень красивые, насыщенные осенние цвета. Я уже упоминала несколько раз, насколько я полюбила осень здесь, в Соединённых Штатах, потому что осенние цвета здесь, именно, по крайней мере, в нашей области, в столице США, именно вот такие, как вы видите на картине. Вот, 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 точь-точь. Вот какие цвета вот здесь, видите, такие у нас осенью. Осень очень тёплая, длинная, золотая. Вот. Какие у нас и бестразы? Это белые и бестразы, и оранжевые. Вот они оба рядом. Вообще могу сказать, что, конечно, стразики у Diamond Tar Club, они хорошие, хорошего качества всё-таки, но всё-таки они уступают Diamond Dots стразам. У Diamond Dots, это самая лучшая круглая страза, с которой я когда-либо работала, они более гранённые. Я никогда больше не видела таких гранённых страз, как у Diamond Dots. И они как-то полнее, плотнее и выше. По крайней мере, у меня такое впечатление создаётся. Ну вот, красивые цвета. Я, естественно, думаю над тем, чтобы заменить некоторые цвета на мерцающие кристальные стразы, стеклянные стразы, если так легче будет. Ну, особенно вот этот вот жёлтый цвет, это на окнах, свет в окнах. Вот, наверное, вот эту вот букву И заменю. Вот, это именно вот эти вот два цвета. Я, надеюсь, найду. И ещё я хочу один цвет тут добавить, вернее, заменить на Эйби стразы. Это вот этот вот цвет. Он, конечно, не совсем точь-в-точь оттенок, но близкий. Всё-таки я хочу поменять. Это Diamond Dots. Вот Diamond Dots цвет такой. Вот он ярко-оранжево-лососевый. Это я даже не могу сформулировать, я не художник, не фокусируется. Не очень хорошо с цветами, но вот я добавлю, чтобы ещё больше блеска было. Не хочет он сфокусироваться у меня. Ну, надеюсь, у вас идея какая-то есть, да? Вот. Остальное оставлю всё как есть. Вот такая вот красота. А это ещё большая красота, да? Малышка. Мурчит, лежит. Вот. Это стразики. Ну и давайте, наверное, откроем ручку, посмотрим, как это выглядит. Ой, слушайте, какая она интересная. Насадка вот сюда ставится на 4 или на 7 стразиков. Тут одиночная. Ой, мои ногти страшные. Я даже не хочу брать в руки, чтобы вы не пугались. Давайте я выключу вспышку, чтобы вы посмотрели, как она выглядит в натуральном виде. Очень такая интересная ручка. С какими-то блестяшками. Надеюсь, ей будет удобно работать. В общем, на этом всё. Дианка, скажи что-нибудь. Скажи. Да, она у меня разговаривает. Вот. В общем, на этом всё. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, вам понравилось видео. Вот без вспышки сейчас снимаю. Её со вспышкой снимала, чтобы вы получше разглядели. Это надевает. А мерцающие стразы, вернее, Эйби стразы, их блеск. У нас сейчас 11 вечера, поэтому у меня уже язык заплетается. В общем, на этом всё. Спасибо вам большое за внимание. И опять я оставлю ссылку на этот веб-сайт, на Diamond R Club. Зайдите, посмотрите. Если вас заинтересует, ребят, покупайте у них. В принципе, за качество, наверное, платите. Как бы я не агитирую, я не их представитель, ничего такого. Ну, просто, если вы хотите попробовать то, что выкладывают американцы, попробуйте, потому что после этого, конечно, очень трудно обратно перейти на Алиэкспресс. Если вы заметили, я сейчас с Алиэкспресс практически ничего не покупаю, кроме икон. Вот. Потому что качество классное. И если там сравнивать, наверное, с теми же гранями, я не знаю, сколько у вас в стране стоит, но нам, например, выгоднее вот это вот покупать. И сейчас не покупайте, подождите до 4 июля. 4 июля будут скидки, я думаю, большие. Вот на День независимости можно подгадать и купить, чтобы вы там на 75 долларов купили не один набор, да, а там несколько, два-три набора. И вот там можно поменьше набора покупать. Их квадратные стразы я не знаю. Я смотрю, что там пробелы есть. Я их никогда не пробовала. У них есть квадратные стразы. Вот. Но я предпочитаю круглые. Если хотите, попробуйте квадратные. Опять из всех квадратных наборов самые лучшие это грани. У них нету вот этих пробелов между стразами. У Diamond Art Club есть. Я видела ревью, я видела также изображение. Вот здесь же готовое изображение. Видите? Опять не фокусируется. На коробке готовое изображение уже. И я смотрела, и я, да, видела, что между стразами есть прям пробелы, прям видно. То есть они даже не могли без пробелов сделать вот для превью здесь. Готовы. Так что так. На этом всё. Простите, пожалуйста, за такое долгое видео. Ссылка будет внизу. И пока. Диана, скажи пока. Ну, скажи пока. Скажи. Диан Какая-то глупая У меня хозяйка Все, пока